Здравствуйте! Программа «Дата» и её ведущая Ирина Андреева. Мы продолжаем рассказывать о различных датах в истории города и комбината. Так, 8 августа 1929 года на магнитострое была сформирована первая пожарная команда. Надо скометить, что пожары в то время нередко возникали на строительной площадке. Из-за халатности, из-за жаркой и ветреной погоды бывали и случаи откровенного вредительства. До появления первой пожарной команды на пожары добровольно выезжали все, не считая со временем. В первую команду огнеборцев вошли строители и специалисты пожарных команд области, присланные на магнитострой. Первый из пожарных, из 24 человек, получил название «Пожарная команда строительства Государственного металлургического завода». В первые месяцы на вооружении брандмейстеров магнитки были конно-бочечные повозки с ручными насосами. Конечно, эти повозки были неудобны в эксплуатации, а самая главная скорость их была чрезвычайно мала. Единственный плюс, по воспоминаниям работников тех лет, при сигнале тревоги лошади сами выпегали и каждая к своей повозке. Пожарные вынуждены были ехать на открытой платформе. Ладно летом, а в мороз возвращаться после пожара было просто опасно для здоровья, одежда-то мокрая. Были и обморожения, и жестокие простуды. Большим облегчением стал поступивший на вооружение отряда в декабре того же 29-го года первый пожарный автомобиль АМО «Ф-15». Специального образования у пожарных, конечно, не было. Даже начальники имели от 4 до 7 классов образования. Сегодняшний начальник Магнитогорского гарнизона пожарной охраны, полковник внутренней службы Дмитрий Лебедев, имеет два высших профессиональных образования. За его плечами Санкт-Петербургский институт государственной противопожарной службы МЧС России и высший институт этой же службы в Москве. По его словам, Магнитогорский гарнизон пожарной охраны – это боеспособное, оснащенное современной техникой, укомплектованное профессиональными кадрами мобильное подразделение. На его счету тысячи потушенных пожаров и сотни спасенных жизней. В настоящее время зона охвата Магнитогорского гарнизона – не только город, но и прилегающие к нему Агаповский, Ногайбахский, Кизильский и Верхнеурайский районы. Магнитогорские пожарные участвуют в тушении лесных пожаров и ликвидации последствий паводка. Наш отряд – один из лидеров противопожарной службы Южного Урала. В августе 1932 года, то есть 85 лет назад, Магнитогорск посетила интернациональная бригада писателей, изучавшая новостройки социалистического Урала. В состав бригады входил французский писатель-коммунист Луи Арагон и его жена Эльза Триоле, ставшая впоследствии знаменитым русско-французским писателем. Наверняка многие телезрители знают, что Эльза была родной сестрой не менее знаменитой Лили Брик, любимой женщины Владимира Маяковского. Свои наблюдения и впечатления от поездки на Урал Арагон попытался передать в цикле стихотворений «Ура, Урал». Много лет спустя поэт так написал об этих стихах, цитирую, «Мне хотелось, чтобы моя поэзия служила делу народа, поразительный характер которого открылся мне тогда, чтобы она защищала его, воспевала. И к тому же меня приводила в ярость антисоветская пропаганда, царившая у нас в ту пору». Конец цитаты. 12 августа 1934 года в Магнитогорске был открыт городской летний сад. Такое название вначале носил первый парк культуры и отдыха, расположенный на проспекте Пушкина напротив дворца культуры Метизного завода. До 70-х годов парк Металлургов был одним из наиболее популярных мест отдыха горожан. Здесь гуляли, танцевали, смотрели выступления самодеятельных артистов, играли в шахматы, катались на различных аттракционах. Парк украшали многочисленные скульптуры. В том числе у самого входа в парк с 1937 года стояла скульптура Серго Орджоникидзе. Ныне это место представляет вот такую грустную картину. Хорошо, хоть памятник уцелел. Он был перенесен и установлен у дворца культуры Метизников. Сам же парк, когда-то трепетно любимый магнитогорцами, ныне позабыт, позаброшен. Вы знаете, я даже не рискнула зайти внутрь парка. Уж очень неприветливо выглядят его тропинки. Грустно. 10 августа – день памяти доменщика Василия Дмитриевича Наумкина. Он был единственным дважды героем социалистического труда не только в Магнитогорске, но и во всей металлургической отрасли России. Прибавьте к этому званию три ордена Ленина и орден Октябрьской революции. Словом, это был в высшей степени достойный специалист и человек. До последних дней он работал в доменном цехе. В 57 лет, в 1998 году, Василий Наумкин скончался. Похоронили его на правобережном кладбище. На могиле установили бюст героя. Спустя полтора месяца после смерти Василия Дмитриевича, тогдашний президент Башкортостана Муртазар Ахимов издал указ под названием «О мерах по увековечению памяти Василия Наумкина». Причем здесь, скажете, президент Башкирии? Дело в том, что Василий Дмитриевич уроженец села Зигазы Белорецкого района. Потому, согласно указу, в селе должны были установить памятник и мемориальную доску, открыть музей, именем Василия Наумкина назвать улицу. А в Национальном музее Республики Башкортостан организовать специальную экспозицию, посвященную его памяти. Достоверно известно, что из этого печенья мероприятий памяти Наумкина выполнены пункты по улице его имени, которая действительно появилась в Зигазе, и экспозиции в школьном музее этого села. Сын Василия Дмитриевича, тоже Василий, вот уже 15 лет успешно возглавляет рудник металлургического комбината. Достойный сын достойного отца. В это воскресенье профессиональный праздник строителей. Для магнитки профессия строителя особенно значима, ведь с них, со строителей и началась магнитка. Не случайно трест магнитостроя возник на полгода раньше самого города. В числе тех строителей, которые трудились в первые и последующие годы возведения города, есть много замечательных имен, которыми по праву гордится наш город. Конечно, перечислить всех немыслимо, но назвать некоторых мы можем. Это Владимир Николаевич Врадий, в 1938-1941 годах начальник строительства правобережья, один из главных инженеров треста. Анна Денисовна Горонкова, маляр, прославившаяся своими трудовыми свершениями на всю страну, дважды депутат Верховного Совета России. Это Николай Иванович Загатин, инженер-строитель, руководивший строительством первых кварталов города на Левом берегу, горбольницы номер один, поселка имени Дзержинского и многих других объектов. Бригадир плотников-бетонщиков Сергей Алексеевич Козлович в 1991 году стал одним из последних героев соцтруда. Заслуженный строитель РСФСР, участник Великой Отечественной войны, герой социалистического труда Николай Федорович Сафронов, управляющий трестом в 1967-1973 годах и многие-многие другие. Программа «Дата» поздравляет с профессиональным праздником всех строителей и в первую очередь ветеранов треста «Магнитострой», которым есть что вспомнить и чем гордиться. Здоровья вам, любви и ласки со стороны родных, уважения коллег и начальства. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин